Всем большой привет! Меня зовут Олеся. И сегодня будем готовить потрясающий, сказочно вкусный, воздушный, по-другому просто не скажешь. Вкуснейший просто польский сырник или польский творожный пирог. Ингредиенты самые простые. Итак, 200 грамм хорошего сливочного масла, 900 грамм творога. Его нужно протереть через сито, либо пропустить через мясорубку, если он у вас крупинчатый. Если он пастообразный, просто берем. У меня он уже готовый, пастообразный творог. 200 грамм сахарной пудры, можно брать сахар. 6 некрупных яиц, если очень большие, берите 5. 2 столовые ложки кукурузного крахмала, здесь 25 грамм. И 1 столовая ложка муки, здесь 20 грамм. Пол чайной ложечки разрыхлителя. И 2 пакетика 20 грамм ванильного сахара. Первым делом займемся яйцами и отделяем белки от желтков. Белки отделяем в чистую сухую посуду. Желательно брать из нержавейки, можно и в стеклянную. Главное, чтобы она была без следов жира, чтобы хорошо взбился белок. Все продукты берем комнатной температуры, мягкое масло. Творог тоже должен постоять на столе при комнатной температуре. Яйца тоже вынула вместе с маслом и с творогом. Они у меня стояли пару часов на столе. Берем сначала белки, немножечко добавим щепотку соли в них. И взбиваем. Слегка взбили до такой пены небольшой, побелели белки. И из общего количества сахарной пудры, было у нас 200 грамм, напоминаю. Добавим пару столовых ложек. И продолжаем взбивать до устойчивых таких пиков. Взбиваем хорошо, несколько минут, до вот таких вот устойчивых пиков. Можно перевернуть миску, ничего не стекает и не падает из миски. Теперь берем мягкое сливочное масло. Слегка перемешаем его, а потом будем всыпать сахарную пудру. Всыпаем пудру, слегка перемешаем ложкой либо лопаткой, чтобы не летело во все стороны. И хорошенько взобьем миксером. И потом, не прекращая взбивать, добавляем по одному желтку, каждый тщательно вмешивая. Взбиваем очень хорошо, тщательно. Сначала масло с сахарной пудрой до такой воздушной, светлой массы. Потом по одному добавляем желтки. Каждый желток тщательно взбиваем. Добавили один, тщательно размешали, не осталось никаких остатков. Получилась однородная масса, добавляем следующий. Добавим 2 пакетика 20 г ванильного сахара и весь творог. Творог, как я уже сказала, должен быть пастообразный, однородный, без всяких крупинок, комочков и комнатной температуры. Так же, как и масло. Размешали до однородности творога. Теперь к муке добавляем разрыхлитель. Это не обязательно, но чтобы подстраховаться, можно добавить буквально одну третью, половинку чайной ложечки. И добавляем муку и крахмал. Кстати, не обязательно брать и муку, и крахмал. Можно взять только один крахмал, 40 г. Манку. Можно взять пакетик ванильного пудинга. В общем, тут очень много вариантов. Насадку поменяла крюки. Вмешиваем в тесто муку с крахмалом. И добавляем частями взбитый белок. Можно это делать лопаткой, но я все-таки советую вот так взять миксер. И крюками, во-первых, белок не особо повредится. Во-вторых, все легко, быстро вмешается. Все, тесто готово. Размешали. Еще раз сейчас пройдемся по нему лопаткой. Вот такое вот нежное воздушное тесто уже получается сейчас. Красиво и нежно это выглядит. Форма у меня уже подготовлена. Форму берем диаметром 24 см на это количество теста. Я форму выстелила пекарской бумагой. И смазала все-таки еще раз донышко сливочным маслом. Слегка покрутим форму, потрясем. Можно слегка постучать и отправляем в духовку на 160-170 градусов. Лучше всего сначала охладить его в духовке минут 10, а потом вынуть из формы. Он все равно просядет незначительно, но вот серединка всегда в нем слегка как бы вот так проседает, вваливается. Это абсолютно нормально. Это получается всегда. И это даже характерная его особенность, этого пирога. Можно украсить всего лишь сахарной пудрой слегка вверх и больше никаких дополнений он абсолютно не требует. Давайте посмотрим, какой он получается на разрезе. Он невероятно нежный. Иногда может треснуть вот здесь трещинка, появится в серединке. Это тоже ничего страшного. Главное его вкус. Нежнейший просто получается. Нежнейший. Он еще у меня теплый, до конца даже не охладился. Вкусный как слегка в теплом виде, так и в холодном. Попробуйте. Я думаю, вам тоже понравится. Это необыкновенная нежность. Просто по-другому не сказать. Готовьте с удовольствием. Вкусных вам творожных пирогов. И до скорой встречи в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok